Друзья, всем привет! Сегодня вторая серия по постройке станка ЧПУ. Кто не видел первую серию, можно посмотреть. В первой серии я делал раму. Вот эту. Кому интересно, смотрите в первой серии. Сегодня я думаю выровнять места под направляющие. Вот здесь. И для этого у меня толщина получается самой профильной трубы 3 мм. Толщина стенки. Я ее хочу нарастить вот такой полосой. Вот. Здесь по-моему 4,5 мм. Где-то так, 4-5 мм. Приварю ее. И потом уже буду ее, вот эту поверхность выравнивать. Есть у меня поверхностная линейка, по которой я буду примерять ровность. И с помощью которой, собственно говоря, и буду выравнивать поверхность. Как я это буду делать, смотрите дальше. А сейчас мне нужно все это обварить. Не знаю, сплошным, не сплошным буду швом варить. Посмотрю. Потому что нужно будет здесь еще крепить. И если проварить близко к крепежу, я тогда не смогу просверлить отверстие, скорее всего. Металл закалится и будет очень сложно его сверлить. Поэтому посмотрю. Но пока что нужно приварить вот эти полоски. А дальше все уже увидите. Так. У меня есть струбцины. Сейчас поджимаю. Размечаю и буду варить. Так. В общем, наварил я эти полоски. Вот так все получилось. Уже зачистил. Варил сплошную. Думал сразу, может быть, точками. А потом попробовал, что можно просверлить нормально. Сильную закалку не получает. Поэтому вот. Попробовал просверлить в одном месте. Нормально сверлится. Поэтому проверил сплошным швом. Так. Значит. Ну, в принципе, как бы все. С полосками и с этим срамой уже я закончил. Сейчас предстоит самая глобальная проблема, которую нужно решить. Это выровнять. Выровнять эти закладные, которые я понаваривал. Под направляющие. Значит, как я собираюсь решать. Проблемы с выравниванием. Сейчас буду мастырить такую конструкцию с этой линейки поверочной. И у меня есть пару провил. С помощью них я сделаю такие полозья, по которым будет двигаться сверху плита. И на той плите будет болгарка. Болгарка будет шлифовать вот эту поверхность. Смотрите. В общем, сделал вот такую приспособу. Соединил линейку и провила. Вот так, параллельно. И здесь уже вот так вот прицепил просто к куску такому ДСП двойному. Здесь получается 36 миллиметров. Он склеенный. Был у меня такой. И прицепил вот так вот болгарку. И оно будет ездить по полозьях. Вот так вот будет ездить. И буду шлифовать. Сейчас покажу, как это все происходит. Намазал просто. Смазал маслом ДСП для скольжения и все. Не знаю, как оно будет. Но думаю, что пока у меня вот такой вот вариант. Кустарный. Ох и намучился я с выравниванием этой направляющей. Вы себе даже не представляете. Ушло у меня на выравнивание одной направляющей. Где-то дня четыре я угрохал. Тыкался, как котенок слепой. Туда-сюда. Все не получалось. И с болгаркой пробовал. С разными кругами. Ничего не получается. Сначала думал вообще делать, выравнивать. Здесь специально приварил закладную. Вот сюда. Четыре миллиметра толщиной. Для того, чтобы можно было спланировать. Вот примерно вот таким вот способом. Спланировать кругом плоскость под направляющую. Но ничего у меня не получилось. Все равно получались щели. И тогда, когда я уже пробовал линейкой, все равно было видно неровность. Потом я придумал выровнять все это. Подровнять алюминиевой шпаклевкой автомобильной. Вот такая. Говорят, она крепче. Вот взял ею, выровнял. И только уже потом кругом снял лишние. Как бы выровнял. И все равно плоскость получилась недостаточно ровной. Щуп 0,5. Не 0,5. А щуп в 0,5 десяток. В 0,05 у меня все равно в некоторых местах пролазил. Между линейкой и закладной. Потом сначала я толкал эту тележку по направляющим. Но все было как-то с разным усилием. И тоже выбирала шпаклевки в некоторых местах. Выбирала ямки. Этот вариант тоже не подошел. И я потом придумал ее просто пригрузить всю каретку. И тянуть примерно с равномерным усилием. Просто на себя. И это оказался самый эффективный способ. По-другому не получается. Потом уже, когда все уже, как бы я прошелся несколько раз. Вот просто двигатель включается. Крутится чашка. Она выставляется. И таким способом я выравнивал. Потом уже, когда выровнял за несколько проходов. Снял. Вроде бы уже круг не снимает особо. Посередине все равно оказался почему-то какой-то бугорок. Не знаю почему. Вроде по линейкам все нормально. Но, тем не менее. Ну, и потом я уже взял просто линейку. Ставил сверху. На закладной под направляющей. И проверял щупом, где есть места. Куда пролазит. В общем, в каких местах нужно будет подшлифовать. Благо, это не металл, а шпаклевка. И она плюс-минус стирается намного легче, чем металл. Все я подчухал вручную. И теперь, на данный момент, линейка на... Вот, линейку ставлю сейчас на вот эту поверхность. И она стоит идеально. 5 соток. Щуп у меня меньше нету. Он нигде не пролазит. Ни в одном месте. Все я проверял. Сейчас мне результат очень нравится. Поверхность гладкая. Так что, такого результата, в принципе, для меня абсолютно достаточно. Дальше. Сейчас я буду выставлять то же самое. Нужно сделать и с другой стороны. Направляющая не готова. Нужно сделать то же самое с другой стороны. Для того, чтобы это сделать, сначала нужно выровнять лазером поверхность. И посмотреть, насколько они отличаются друг от друга. Насколько в плоскости лежат они или нет. И насколько нужно, какую сторону поднять или не нужно. Это все нужно проверить. Вот сейчас этим я и займусь. Вот по такому лазеру. С одной стороны поставил его. Вот так, чтобы попадало на две направляки. Выставил по углам. Получается, вот здесь и в той стороне по угольнику. Взял вот так вот, просто поставил угольник. Вот. Заметил, сколько здесь показывает. Выставил углы. В общем, та сторона у меня получается в горизонтали. И вот эта сторона. Сейчас разница в том углу крайнем. Нужно сделать... Там у нас ноль получается. В этом выше нужно поднять на 2 мм. Сейчас буду разводить шпаклю. Завалю все шпакли. И потом уже буду все это дело счищать точно таким же способом, как и в противоположную сторону. Вот так. Завалю все шпакли. Завалю все шпакли. Завалю все шпакли. СOWСКА ВОЗ Играет музыка. Так все происходит. Долго показывать не буду, потому что много очень пыли. Процесс в принципе понятен. Вот получается убирает. Итак, сейчас сниму один слой, потом еще несколько раз пройду для того, чтобы более-менее выровнять. Ну и потом уже буду подгонять под линейку. Так, ну вот, наконец-то допилил я и эту сторону. Все выровнял по линейке. Все отлично. Линейка прилегает. Щелей нету. Проверял щупом. У меня самый маленький, самый тонкий получается 5 соток. Нигде не пролазит. В общем, считаю, такой результат хороший. Для меня этого более чем достаточно. Значит, так. Так, сразу, конечно же, не получилось. Так как и с другой стороны, после того, как я снял основной слой шпаклевки по направляющим, все равно пришлось вручную доводить уже под линейку, подгонять. Потому что посередине была самая высшая точка и линейка у меня каталась как качелька. Пришлось снимать, все вручную подгонять, чтобы не было нигде щелей, чтобы линейка лежала в идеале. Так, сейчас у меня, вот я уже кинул направляющую. Сейчас я буду размечать. Нужно будет разметить под отверстия, насверлить отверстий. Закреплю одну сторону, скорее всего, вот эту, где линейка стоит. И потом уже покажу, как я буду выравнивать. Параллельно ставить вторую сторону. Нужно будет накинуть каретки на направляющие и прикрутить какую-то перемычку. Не знаю, пока что буду прикручивать. Ну вот, закрепил с обеих сторон направляющую и посередине прижал струбцинкой к линейке. Сейчас все прочерчу. Можно будет просверлить отверстия и нарезать резьбу. Все выставлено. Смотрите, для того, чтобы просверлить четко по центру эти отверстия, что я придумал. Взял от вот такой обыкновенной свечи, скрутил вот здесь вот такой наконечник есть. И куда садится колпачок. Он у нас имеет сам чуть-чуть больше 6 мм. А здесь отверстие 6 мм. Я его немножко подпилил. Сейчас все садится четко. И сейчас я буду сверлить вот сверлом на 3 мм. Для того, чтобы наметить. Ну и так все посверлю. Ну вот так, в общем, все посверлил. Резьбу нарезал. И прикрутил направляющую. Вот так получается. Сейчас накинул вторую направляющую. Нужно будет сделать... Сейчас у меня есть вот такой вот швеллер. Его буду использовать вот так, как лежит сейчас линейка. Так будет вот этот швеллер установлен. Будет соединять две каретки для того, чтобы выставить противоположную сторону. В общем, прикрутил к двум кареткам такой швеллер. И закрепил уже обе стороны. Сейчас все катится легко. Просто идеально. Все уже выставлено. И можно будет сейчас закрепить еще, снять уже каретки и закрепить посредине к линейке, прижать направляющую. Для того, чтобы можно было нормально все посверлить. Ну вот и все. Направляющую я прикрутил. Обе направляющие на своих местах. В следующем видео, скорее всего, буду уже заниматься порталом. Нужно прикупить комплектующих. И все это вы уже увидите в следующем видео. А на сегодня у меня все. А с вас, как всегда, лайк, подписка, комментарий. Всем пока. А с вас, как всегда.